Дорогие друзья, доброе утро! Дорогие гости, желанные, потому что всем важна информация относительно здоровья. Поскольку вы врачи Центра современной нефрологии «Идеализа», речь пойдёт сегодня о том, как сохранить свои почки в здоровье. И если вдруг постигла такая беда, как заболевание почек, как помочь? Может себе человек с вашей помощью? Ну и, конечно же, профилактика, как не доводить до заболевания почек? Потому что, ну, наверное, все об этом задумываемся. Особенно, мне кажется, мы женщины, когда с утра встаёшь, и отёчность, и с годами это усиливается. Думаешь, боже мой, что же с моими почками? Всё ли хорошо? Я знаю, что ваш Центр, он совсем молодой, полтора года он существует. И получается, что его работа началась где-то вот в пандемийное время. Расскажите, пожалуйста, о том, как работает ваш Центр, и кого вы туда приглашаете, вот в наше такое неспокойное время. Ну, во-первых, благодарим за приглашение. Благодарим за приглашение. Доброе утро, уважаемые жители нашей Якутии. Да, наш Центр действительно молодой, больше года работает. В феврале 2020 года мы открылись, и как только открылись, получается, началась пандемия, но мы всё помним, это с мая месяца прошлого года, да, и по настоящее время наше отделение, гемодиализное наше отделение, работает в режиме красной зоны. Красная зона, это туда попадают пациенты, те, которые, значит, страдают терминальной стадией почной недостаточности, заболевшие коронавирусом. То есть диагноз ставится, поступает человек в инфекционное отделение Якутско-Республиканской клинической больницы, но и удобно тем, что наш Центр, отделение наше гемодиализное находится в четвёртом корпусе прямо, да, то есть возить никуда наших пациентов не надо. То есть с третьего корпуса, с четвёртого корпуса, значит, по лифту передаётся в наше отделение, получает человек процедуру гемодиализа, ну и потом дальше на лечение, значит, ковида. То есть в целом через наш Центр прошло за весь год и больше, значит, больше квартала 2021 года, да, больше, значит, 50 процентов. Ну, около 60 уже сегодня, и, к сожалению, конечно, данный вирус решил, видимо, ну, значит, не уходить от нас, ну, я не знаю, ну, сейчас уже, как получается, увеличивается количество пациентов заболевших, да, и те, которые ещё не переболели в 2020 году, наши пациенты диализные, они поступают. Если в начале года было, насчитывалось, значит, 1-2 пациента, сегодня 5-6, ну, вот так вот, да, проводим им гемодиализм. Помимо этого, наш Центр, значит, в конце ноября месяца открыл кабинет по адресу Петра Алексеева, 11, да, кабинет для приёма нефрологических пациентов, то есть не только нефрологических пациентов, но и для обращения, для консультации, для осмотра населения на бесплатной основе. Получается, если у человека есть полис, у нас у всех по России есть полис, совершенно бесплатный человек приходит, значит, или же записывается заранее, да, значит, записывается заранее, в определённый день, определённое время приходит и, значит, осмотр проводится. Осмотр врача-нефролога непосредственно в кабинете, приём ведёт Ксения Дмитриевна, значит, наш врач-нефролог, ну, и, значит, при осмотре назначаются УЗИ, анализы, если есть необходимость, да, значит, консультация врача и вот в таком плане. Также мы, значит, в декабре месяце активно начали внедрять, ну, новые методы, организовывать новые методы диализа, то есть гемодиализ существует и перитониальный диализ, но об этом подробнее дальше, скорее, да, мы поговорим. Ну, вот вообще про метод диализа, я знаю, что этот метод необходим тем, у кого вот уже заболевания почек такие серьёзные, и я слышала, что не все могут к этому методу обратиться, что там очередь какая-то, а это жизненно необходимо. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, при каком заболевании этот метод нужен, важен, ну, то есть он такой жизненно необходим и больным, и все ли могут его получить? Ну, при хронической почечной недостаточности, например, ну, у нас есть такое понятие хроническая болезнь почек, которая делится на пять стадий. Это вот придумали для того, чтобы вот эту классификацию создали для того, чтобы определить степень поражения почек. К нефрологу попадают, когда уже есть третья, ну, есть пять стадий, да, поражения почек, ну, хронической болезни почек. Она, как бы, при третьей стадии человек попадает, ну, направляется к консультацию нефрологу. Там уже идёт, как бы, уже снижение функции почек. Определяется уже уровень креатинина крови, который необходим для расчёта вот стадии, да, хронической почечной болезни. И, исходя из этой стадии, мы начинаем лечение. На пятой стадии, например, вот пятая стадия – это уже терминальная, когда уже почки не работают, когда уже проводится только заместительная почечная терапия. Это и есть диализ. Ну, заместительную почечную терапию делим на три вида. Например, там, гемодиализ, который проводится вот с помощью аппарата искусственная почка. И есть перитониальный диализ, который проводится на дому с помощью брюшины. Используется брюшина для очистительной функции почек. А, ну, для очистительной функции организма. И есть ещё такое понятие, как трансплантация почки, когда уже от донора берётся почка и пересаживается вот пациенту, которого уже отказали почки. И ещё, ну вот, когда попадает человек на гемодиализ. А диализ и гемодиализ – это чему отличаются? Ну, диализ – это общее понятие. Вот, диализ делится на две части. Ну, гемодиализ, ну, с помощью искусственной почки, да, аппарат. А, вот это гемодиализ. Ага. И есть перитониальный диализ, который кровь очищается с помощью брюшины. Ну, это уже отдельно. Ну, вот на гемодиализ человек попадает, когда, ну, пятой стадии хронической почечной болезни, когда скорость клубочковой фильтрации ниже десяти. Ну, скорость клубочковой фильтрации считаем по уровню креатинина. А креатинин может повышаться от 300 до 1000, когда уже человеку почка уже не очищает организм. А человек при таком диагнозе, когда ему нужен диализ, да, когда нужен вот все вот эти вот варианты диализа, которые Вы рассказали, он может продолжать свою обычную жизнь, допустим, приходя периодически, да, в Ваш центр? Или ему нужно постоянно наблюдаться у врача, и это стационарный такой уже подход? Ну, есть такое понятие амбулаторный гемодиализ, когда пациент приходит три раза в неделю. Ну, это постоянная процедура, это пожизненная процедура. Человеку проводим уже это на всю жизнь остается у него, этот гемодиализ. Он приходит три раза в неделю на амбулаторный диализ, и ему про четыре часа... Три раза в неделю. Да, три раза в неделю пожизненно приходит на гемодиализ. Конечно, там под присмотром врачей. Ну, потом он все время сдает анализы, проверяются все функции организма, например, ну, как бы сердечно-сосудистую систему проверяют. Ну, ежемесячно сдают анализ под присмотром врачей, специалистов. Это уже инвалидность, значит? Да, инвалидность обязательно. Я тут дополню, да, что, значит, Ксения Дмитриевна обратила внимание, что существуют три вида заместительной терапии. Это гемодиализ, вот подробно рассказала, да, методом искусственной почки, где пациент должен вынужденно приходить по четыре часа, значит, получать процедуру в отделениях гемодиализа, да, значит, искусственной почкой очищать кровь. Значит, существует также и перитониальный диализ. На сегодня перитониальный диализ, значит, существует в мире в целом довольно-таки давно, и у нас в республике существует, значит, более 15 лет есть пациенты. Было 10, 9, потом 12, 15. Сегодня у нас в республике насчитывается, конкретно у нас в центре, на сегодня прикреплено, наблюдается 18 пациентов, и в республике около 30. Значит, в республике около 30 пациентов, которые находятся перитониальный диализ. Если подробно рассказать с простым человеческим языком, это диализ на дому или, иначе еще говоря, диализ во сне. То есть при этом методе пациент живет полноценной жизнью, то есть может работать, учиться, да, то есть социализация высокая, как при гемодиализе. Диализ проводится, мы, значит, центр дает совершенно бесплатно нашим пациентам аппараты циклира стоимостью более полутора миллионов, да. Необходимы растворы, растворы тоже наш центр доставляет до дому, то есть пациент указывает, где, в каком, значит, углу ему поставить вот эти растворы. Растворы достаточно много. Постоянно необходимы растворы, то есть через катетер в брюшину заливается раствор. И этот метод, эта очистка проходит во сне, то есть в течение ночи человек подсоединяет себя к аппарату, к циклеру мы его называем, да. И, значит, происходит очистка автоматизированная. Автоматизированная очистка от трех до пяти раз. То есть автоматизированный аппарат заливает, выливает, вот это вот происходит, ну, как бы программа ставится и все остальное. Наш центр, значит, наблюдает за этим пациентом дистанционно, через программу мониторинг ведется ежедневно, через программу мониторинг, ресурс, да, где, значит, на монитор нашего ноутбука мы связаны с пациентом, приходит, что и как прошло, так, но и прикрепляется за пациентом, доктора прикрепляются, значит, так, и ведется патронажная служба. То есть если есть необходимость, какие-то вопросы, наш фельдшер выезжает на дом, консультирует, потом, значит, наблюдает за местом выхода катетера, потому что из живота человека, ну, просто говоря, трубка, значит, выходит. Да, и нужно это очень тщательно наблюдать, вести, значит, здоровый образ жизни, вести гигиену, да, чистую, ну, в общем, чтобы вот все было чисто. Ну, и при этом, при данном методе, конечно же, есть моменты, когда нужно вот просто ежедневно быть на связи с доктором, с патронажным фельдшером, с нами, да, чтобы вот вовремя выловить момент перитонита. Есть моменты перитонита, это воспаление брюшины, когда заносится человек неправильно, грязной рукой начинает себя обрабатывать, и у него воспаляется, значит, брюшная полость. Дальше, значит, пациенты при этом методами также имеют возможность, ну, отдыхнуть, отдыхать, выезды, значит, к себе в район, да, поэтому... Я вас немножко перебью, через 2 минуты мы вернемся и продолжим говорить о том, как быть и оставаться здоровым. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии гости врачи Центра современной нефрологии диализа Ксения Давыдова и Марфа Бурцева. Мы говорим о том, что тем людям, которые столкнулись с заболеванием почек, необходимо, когда уже заболевание прогрессирует и перерастает в хроническую форму, необходим такой метод, как диализ. И есть уже вопросы от наших слушателей, которые звонили и в первом блоке. У нас на телефонах сидит Ольга Голикова, 32 00 66, 32 11 66. Телефоны прямого эфира 32 00 66, 32 11 66. Ольге, спасибо за помощь и спасибо за организацию сегодняшнего эфира. И один из вопросов, все ли, кто нуждается в диализе, могут посетить ваш центр и всем ли больным вы можете оказать помощь на сегодня. Или это речь идет о какой-то очереди и о каком-то продолжительном времени. Хотя из того, что вы рассказали, я понимаю, что здесь смерти подобно промедлению, что невозможно таких больных оставить без медицинской помощи. Да, вы правильно понимаете. Разрешите мне ответить на этот вопрос. По республике у нас насчитывается 497 по состоянию на 2021 год пациентов, находящихся на диализе. Наш центр не единственный. У нас в республике диализное отделение, имеющее и у нас в медцентре есть ВРБ номер один. Есть у нас центр диалог, есть у нас центр на авиационной жизни. Ну и наш центр, вот я сказала, уже упомянула, что год назад открылся. На сегодня нехватки, как в начале 2000-х или когда, до этого, нехватки диализных мест, искусственных почек, такого у нас нет. У нас в республике его нет, достаточное количество диализных мест есть. При этом у нас в республике есть метод выбора, то есть альтернатива гемодиализа. То есть если пациент имеет возможность выбрать, да, или он, значит, искусственную почку выбирает, да, то есть приходит на гемодиализ три раза в неделю, по четыре часа получает. Или же, значит, метод выбора, это вот мы активно начали внедрять в республике, это вот с декабря месяца, да, перитениальный диализ. То есть при этом методе пациенту нет необходимости переезжать в город Якутск, но на определенное время, да, чтобы жизненно бросить с Ленска, переехать сюда, значит, да. Или же, значит, есть у нас такие моменты, когда жизнь до и после диализа. Такое бывает, что у пациентов, да, когда ставится диагноз, все у вас, значит, терминальная стадия, вам необходим гемодиализ, и до настоящего времени происходило, каким образом пациент, значит, все переезжал в город Якутск, ему, значит, необходимо было здесь арендовать квартиру и все остальное. Это социальный стресс получается. Ну и наш центр, и ВРБ-1, мы плотно сотрудничаем с медцентром, с нашим головным, республиканской больницей номер один, национальным центром медицины, мы активно начали внедрять вот этот метод, и пациенты у нас сейчас из Ленска, из Мегина-Кангаласов живут, и, значит, в Нижнем Бестяхе, в Ленске живут, да. Кстати, если Ленска отразить, то пациенты с Ленской ездили три раза в неделю в Мирный. Вы представляете, по три часа, три часа туда, три часа обратно, и четыре часа на гемодиализе. Это здоровому человеку тяжело, а тут у кого-то проблемы, так вообще... Я вас перебью, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это у солдана Тумула Сандамандьякна. Я хотел бы якутскому задать, можно? А вы понимаете якутский, да? Ну, вы нам тогда переведете, да? Медицина, сайынна, сюрдяк, крыраксавилляк, саамай, нарлыла бапуруху тарит. Сағала бараксаттар, күмітті сайын, мүтті сұрубай. Бөрген, мин көрювер санавар, насос ханы хачай дейдер боллаға, дейдер. Онтан сұрақпы боллаға, мұтар. Бапуруху маннык. Бөрген, мүтті сұрақпы боллаға, Бөрген, мүтті сұрақпы боллаға, мүтті сұрғын. АҚақпы ол үтті sightан. За вопрос спасибо. Я отвечу... Вы немножко скажите, о чем спрашиваю. Да, Сусалданского района задает вопрос по поводу пересадки, значит, почек, да, по поводу попадания с наслеженных районных пациентов на пересадку и, значит, какая плановая очередь, кто туда может попасть в таком ракурсе. Ну, отвечу, спасибо большое за вопрос. Значит, пересадкой донорской почки у нас в республике наша медицина занимается довольно-таки давно. И, значит, в прошлом году было приостановление по связи с коронавирусом, так, но коронавирусом болеть-то страшно, не то, чтобы там идти сознательно, значит, на операцию, да, если есть время какое-то, значит, отложить это все, то необходимо, конечно, сегодня переждать. В момент, значит, отхода от нас этой данной пандемии. В этом году, да, донорской почки есть квота. И в целом, конечно, вы немного неправильно говорите, что какие-то там внеочередные какие-то моменты могут быть. Нет. В целом, пересадка, оно... Наш центр не занимается пересадкой почек. Мы работаем на раннем выявлении, значит, мы работаем на лечение, на диспансерном наблюдении. Пересадкой почек занимается национальный центр медицины, республиканская больница номер один. И, да, действительно, очередность есть. Это все зависит от наличия донора. Очередность также есть по пересадке донора, значит, ну, по-простому говоря, трупной почки, да, и, значит, это все через Минздрав бесплатно. Это высокая технология. И, значит, да, в ожидании трупной почки люди живут, ну, по два, по три, иной раз, и по четыре, и по пять. То есть это все бесплатно. Сдаются документы в медцентр... Значит, обследуется человек, дается документы, сдаются, значит, Минздрав, и совершенно это все бесплатно делается. Если про какую-то очередь вы говорите, это в ожидании очередь. А по трупной почке, ой, простите, донорской почке, я скажу, что такой очередности, чтобы вот человек ждал годами, такого нет. По поводу районных жителей скажу, что наш центр занимается выездными осмотрами, выездными консультациями. Мы начали выезжать, и вот были в Чуропчинском районе с главным врачом Мегина-Кангаласского района, значит, заключено соглашение. Намского района на рассмотрение с Хангаласским, с Хангаласской центральной районной больницей, с Нюргон Петровичем у нас заключено соглашение. То есть на районы мы выезжаем и выявляем патологу почек, ставим, если есть необходимость, то приглашаем на стационарное лечение, значит, по договоренности с медцентром. С нашим медцентром. Спасибо. Марфа Николаевна, спасибо большое. У нас ещё есть вопросы слушателей. Как узнать, у шестимесячного ребёнка здоровы ли у него почки? Ну, это, наверное, к Ксении Дмитриевне, да, вопрос? Да. У шестимесячного ребёнка, ну, вообще, ребёнок, когда рождается, у него проходит обследование. Если есть какие-то жалобы, какие-то клинические симптомы, да, со стороны почек, то его надо обследовать. То есть пройти УЗИ почек, сдать анализ мочи, да, чтобы узнать патологию почек, есть ли у него патология или нет. В принципе... Если анализы нормальные, то нет смысла беспокоиться. А вот вы ещё сказали, что вот на Петровского, да, на Петровского у вас есть кабинет, да? Петра Алексеева. Кстати, мы не сказали телефон вашего центра 241724. По этому телефону можно записаться именно в ваш центр или вот на Петра Алексеева в кабинет, чтобы проверить свои почки сначала? Да, это наш центр имеет кабинет осмотра врача-непролога, да, значит, по адресу Петра Алексеева 11, номер телефона 241724. Значит, осмотр проводится по полису, ещё раз говорю, что это бесплатно, то есть при наличии полиса, по записи, по предварительной. То есть необходимо сначала позвонить, записаться в определённые дни, значит, и в определённое время. А вот смотрите, если человеку, его терапевт не направляет, ну, он, допустим, не идёт сначала к терапевту, он просто думает, а не проверит ли мне бы почки. И он звонит по этому телефону, записывается на приём и приходит тогда вот в ваш кабинет по Петра Алексеева, да? Ну, на консультацию, на осмотр, на проверку можно, да, приходить, приходить, то есть мы... Без направления терапевта. Без направления, без направления терапевта. У нас есть ещё вопрос от наших слушателей и зрителей. Алло, доброе утро. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. У вас что-то фонит, вы отойдите или от телевизора, или от радио, фонит немножко. Даже не немножко, а хорошо так. Алло. Алло. Здравствуйте. У вас что-то фонит, отойдите, вот где-то рядом с каким-то, стоите прибором. Я в городе Якутска. Угу. Хочу узнать, в каком состоянии состоит эта болезнь, почек среди болезней. А ещё раз. Или поняли вопрос? А, всё, вопрос поняли, спасибо. Очень, очень хороший вопрос, спасибо вам за вопрос. А про что он спросил, я не понимаю. Он спросил, в каком состоянии среди болезней, значит, ну, какое место, скорее, да, занимает. Болезни почек, болезни почек, хроническая болезнь почек, ожидаемая болезнь почек, это потенциальные пациенты, потенциальные люди, которые, значит, у которых, значит, может возникнуть, скажем, да, Ксения Дмитриевна, значит, болезнь почек. Это сахарный диабет и все пациенты, которые длительно страдают гипертонической болезнью. То есть высокое давление. Вот, и вот, пожалуйста, уважаемый слушатель, сделайте вывод. Значит, сколько больных у нас с сахарным диабетом? Все знаем, да, что сахарный диабет занимает определённое место. Сердечно-сосудистые заболевания, опорости, занимают первое место и по смертности, и по заболеваемости. То есть почки страдают, когда страдают сосуды, да. Поэтому, скажем, необходимо проверять почки. Отёки появились, значит, так, мочу спускаем. Изменения в анализах мочи. Изменения в анализах мочи. Биохимический анализ мы все сдаём. И там есть показатели креатинина. Есть специалисты, потом уже направляют на, значит, клубочковую фильтрацию проверяем. Ну, если уже и сигналы. Всем необходимо тех, которые болеют сахарным диабетом, и всем необходимо, которые страдают кипертонической болезнью, наблюдаться. Один раз год. Вот есть же такой вот минимум, да, когда мы приходим в поликлинику, сдаём анализы. Ну, раз в год, наверное, всё равно все ходят. И бывает такое, что человек, у которого есть заболевание, например, или с сахарным диабетом, или повышенное давление, у него анализы все как в космос. Такое же тоже бывает? Да, бывает, конечно. Конечно, при этом, если человек себя чувствует, ну, видит же человек каждого. Вы отметили, что утром встаём, и себя видим в зеркало, и появились отёки. Значит, необходимо не один раз в год уже, да, заходить. Чаще. Проверяться. Мы вернёмся через две минуты. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Последний блок до 11 часов мы с вами. В 10.57 закончим. Если точнее, кто ещё не присоединился к нам по телефонам прямого эфира, и у вас есть вопросы относительно того, как сохранить свои почки, или если кто-то уже, к несчастью, заболел заболеваниями, которые связаны с состоянием почек, 32 00 66, 32 11 66, это телефоны прямого эфира, звоните, пожалуйста. А если вы хотите записаться в центр, чтобы провести диагностику почек, то тогда 24 17 24, адрес Петра Алексеева, 11. Ничего, я не запутала с телефонами. У нас есть звонок, да? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Александр Михайлович, городе Ход. Да, Александр Михайлович, слушаю. У меня 63. Могу получить бактину? У меня хронический пиелонефрит. Почечный недостаток. Здравствуйте. Могу ли получать бактину? Хронический пиелонефрит у вас, да? Соленефрит, да. Ага. Ну, при хроническом пиелонефрите нет противопоказаний для вакцинации. Вот спасибо вам большое Александру Михайловичу, что он напомнил, что сейчас активно идет вакцинация по республике. Сейчас очень много мест, да, где в поликлиниках, где кабинетах, где можно сделать прививку. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к вакцинации. Сами вы привились или нет. И вот тем, кто ваши подопечные, больные, кому нельзя, кому обязательно нужно сделать прививку. Ну, я скажу, значит, по прививке действительно вакцинация, она всемирная. Всемирная. То есть тут субъективного отношения, но каждый имеет право выбора. То есть оно как бы добровольное. При этом нужно понимать, что необходим коллективный иммунитет. Третьей волны бы не было, да, если бы мы первую волну сознательно все сидели бы дома. Сегодня, значит, у нас вакцина, и, значит, очень много мнений по поводу вакцины. И действительно, те, которые страдают тяжелыми заболеваниями, да, скорее всего, необходимо им по усмотрению больше в положительную сторону. Больше в положительную сторону, то есть провакцинироваться. Перед вакцинацией необходимо сдавать определенные анализы, значит, провести состояние иммуноглобулинов. При проверке иммуноглобулинов является острой фазой. Есть люди, те, которые переболевшие, но имеют иммуноглобулины G. То есть M – это острая стадия. Определенная, значит, концентрация иммуноглобулина G. Если оно позволяет еще немного, значит, продержаться и не вакцинироваться, то можно и не вакцинироваться. Я, например, переболела. Иммуноглобулин длительный, то есть иммунитет у меня на COVID, длительный, и он довольно-таки в таком хорошем состоянии, что я могу сейчас не вакцинироваться. Ну и потом, конечно же, на фоне полного здоровья. Если есть какие-то проявления простуды, вируса и все остальное, нужно, значит, попридержаться. Ну и потом, значит, между первой и второй вакцины необходимо изолироваться. Необходимо совершенно, ну, как бы не контактировать, да. Поэтому вот между первой и второй вакцинацией люди делают ошибки и происходят, конечно, такие моменты, что заболевают. 21 день там, по-моему, да? Да, да, продержаться, самоизолироваться. И есть те, которые, конечно, наименее проявления такие, не реакция, не осложнение, но все равно есть минимальное проявление вируса. Это вирус. Коронавирус – это вирус, да, которого, значит, проявление вируса – это что у нас, повышение температуры, недомогание и все остальное. Это никак не осложнение. То есть, когда первую прививку поставили, 21 день человек, он как будто бы немножко болеет коронавирусом, да? Нет. И вторую поставили тоже немножко болеет. Не болеет. Здесь он не болеет, значит, идет иммунная реакция организма. Это не болезнь. У нас организм реагирует на все абсолютно, по-своему реагирует. Перед сном, если много воды пить, организм реагирует отеком на утро. Вот сравните с этими моментами. Примерно так. А, смотрите, бывает еще такое, да, что после того, как человек переболел, он не знает, ставить ему прививку или нет, он идет сдавать на антитела, да? Кстати, мне вот не нравится, что такие дорогие анализы, не каждый может себе позволить сдать на антитела. И он видит, например, что у него нет антител, хотя он переболел. А почему такое бывает? Ведь антитела… Все, организм уже все, он как бы перестал бороться против ковида, он успокоился, переболел. Определенное время организм вырабатывает иммунитет. Так, ну, значит, иммунитет вырабатывает иммуноглобулины. И этих иммуноглобулинов, если нет, все надо делать вакцинацию. Так интересно, что кто-то болел, допустим, раньше, у него антитела сохраняются дольше, кто-то позже болел, и у него антитела вообще не сохранились. Это все совершенно индивидуально. Это от иммунитета зависит? Да, человек не в заводе производится, человек генетически по-разному, совершенно по-разному реагирует каждый организм, индивидуально. У нас есть звонок от наших слушателей, зрителей. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Так, Крилинг, говорю. Отойдите от радио или от телевизора, потому что у вас фонит. Алло, у меня такой вопрос. Болеет ли болезненный почек ковидом? Такие случаи бывают? Да, бывают. Рассказали, что сейчас есть в вашем центре те, кто болеет и почками, и ковидом. К сожалению, бывает такое. А вот вы еще сказали, что про заболевание, я так поняла, что если у человека есть какое-то хроническое серьезное заболевание, ну вот допустим, там диабет или гибертония, да, то ему обязательно нужно привиться. Но тут нужно серьезно подумать, потому что к этому, значит, диагнозу, который имеется, присоединится еще коронавирус. В случае, если он заболеет. В течение заболевания намного осложняется. Поэтому почему вот в начале пандемии всех старше 65 лет мы посадили по домам. До сегодняшнего дня, сегодня ситуация у Республики у нас такая, что всех офисных работников по рекомендации Роспотребнадзора посадили снова, значит, на дистанционную работу. Школу закрыли и все остальное. Поэтому здесь очень серьезно нужно подходить. И еще раз говорю, на полном здоровье, на фоне полного здоровья. То есть перед вакцинацией человек не должен ни чихать, ну все, значит, проявление простуды не должно быть. То есть в этом, пользуясь моментом, наверное, необходимо попросить населения быть более внимательными, да, и не искать как бы последнего среди кого-либо, а в первую очередь ответственность на себя брать. Поэтому вакцинироваться, это дело индивидуально для каждого, прежде чем как вакцинироваться, но и выбор. Можно ли пережить вот это время пандемии тем людям, которые, допустим, старше 70 лет, да, или там к 80 годам, или может быть еще старше, просто соблюдая правила гигиены и не выходя в какие-то публичные места, ну отсидеться, так сказать. Потому что именно в таком возрасте люди боятся, потому что прививка, она же все равно еще новая, да, еще как бы мы не отследили, как дальше, есть ли какие-то побочные эффекты, все равно еще времени прошло мало. Есть люди, которые боятся это делать, чтобы вот переносят плохо прививку, даже молодые. Можно ли вот так вот или все-таки прям лучше сделать? Светлана, я вот сейчас скажу вам, что я не инфекционист, я врач-организатор, да, но поскольку все врачи, мы живем уже второй год. В этой, да, все уже точно в теме. В этой пекле, скажем так, да, ну и как профилактика, как консультация, как простой обыденный человек, действительно есть те, которые, вот сейчас буквально я общалась со своей приятельницей, она отец 80-летний, провакцинировался, все, вакцинацию перенес отлично, без никаких симптомов, так. Дочка моей знакомой провакцинировалась, вакцинацию получила, та же вот она рассказывает, да, в сравнении мы вот проанализировали 20 лет. Проявление, значит, температура повысилась, ну и недомогание, ну кости. У меня тоже я получила вакцину, у меня тоже вторая вакцина очень плохо перенесла. Да, плохо, это реакция хорошая. Если какая-то реакция еще есть, здесь еще нужно положительно реагировать, потому что иммунитет живой, иммунитет, иммунный ответ дает организм, да, то есть он уже не заснул, он не устал, а дает какую-то ему, ну, как бы реакцию, отвечает, да, на ведение определенных моментов, определенных вакцин и все остальное. А так, по поводу, как переждать, сидя дома, есть такие люди, которые до сих пор не болели и соблюдают чистые руки, гигиену, маску одевают. Есть такие люди. Спасибо, у нас есть еще вопрос. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Можно задать на якутском языке? Скажите, как вас зовут и задавайте, у нас гости принимают. Я из Нью-Йорка звоню, все здорово. Слушаем вас. Я из Нью-Йорка звоню, все здорово. Пожалуйста, покороче, немножко сожмитесь. Может, понятен уже вопрос? Потому что мы не успеем вам ответить. Вот это пиелоктазия, у нее есть какое-то наследственное генетическое заболевание, основное заболевание. И у нее, получается, есть осложнение на почке. И ей, видимо, поставили на УЗИ пиелоктазию. Ну вот, пиелоктазия – это понятие, как воспаление почек, лоханочной системы, лоханки. Поэтому тут надо смотреть, сколько у нее это воспаление, антибиотики. Мы уже не успеваем. Спасибо большое. Будьте здоровы, все слушатели и зрители. Извините, что перебила. Оказывается, видите, как много у нас вопросов. И в основном по вакцинации, конечно, люди тревожатся. Всем хорошего дня, здоровья. Спасибо.